Спонсор выпуска издательства Gaga Games Немножко расскажу про то, что мы не просто в другой режим играем, но и в другой вариант правил Да, конечно, в продвинтый Вот, в продвинтый, то есть и эти варианты можно комбинировать с режимами Вы можете играть в Deathmatch, вы можете играть командно И вы можете вариативно делать либо открытое поле, либо закрытое Расскажи, пожалуйста, Юр, про это Ну вот открытое поле, оно хорошо для опытных игроков, которые вообще понимают, что они Хотят и не очень зависают над выбором, потому что выбор для себя большой Как-то корректно И надо понимать, что ты хочешь от этой жизни и где это можно взять То есть тут случайностей очень мало, случайностей только в том, что придет там третьего уровня А так ты видишь, что ты берешь и ты знаешь, что ты берешь Но зато у нас будет больше хаоса, потому что мы будем играть в Deathmatch И тут не будет команд, тут можешь кого-то ударить, ударь его Так, а как будем очки так же подсчитывать? Да, собственно, условия окончания те же самые, только личные достижения 10 трофеев 10 трофеев, вау Да, ну в принципе это реально Особенно при таком безумии, когда у тебя три цели вместо двух Это получается намного быстрее, чем кажется Вы готовы, дети? Ну что, так же будем ходить? Я думаю, что мы нажимаем снова Давай Раз, два, три А, да подожди Давай с камня, да Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Раз, два, три Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ прекрасный первый ход плющих всех вот так плющи лидар это ходит я интересно я думаю что надо как-то ваню выпинать вот даже ведь центр может нет только 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 с края с краем вот ну что ж я думаю что надо затерка орк всегда хорош никого не успеет уйти но да я за перегревание я из партии перегревающих подумай куда ты хочешь повернуться и первый и ты рано начал потому что сейчас должен был ходить до ходить валера по часовой стрелке так случилось а мы же играли ты первый оказался нет мы всегда ходим по кругу прости а зачем мы это делать чтобы определить по первой а я думал мы определили нет 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 конечно конечно можно играть на самом деле вариативно до этого нужно просто какие-то дополнительные компоненты это очень сложно не запутаться потом да 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 можно просто сесть вокруг стола как хочется вообще делюкс версия была бы прикольно с роботом я сейчас думаю но хочу сказать что это не критично по ним не всегда удобно определить да не на там можно как-то сделать но при здесь напоминание по броню хорошая это сразу помнишь что минус один впереди минус на самом деле при желании всегда можно достать есть там те же минки технолога они продаются много где есть куча других миник от очень дешевых до очень дорогих вот так что при желании зато сама коробка получается относительно недорогой даже весьма недорогой на мой взгляд по нынешним временам зато они толстые миленькие они отличаются еще я слышал что игру печатали в питере делали честно делали ну я не знаю где у гаги типография но наверно в питере это было бы логично сейчас в топе вот по качеству это роботы и вот на корм рыбам то есть вот две игры которые нас просто ну я тебе расскажу про самый первый тираж этой игры коробочкой который есть у меня уже не очень хорошо брать огнемет разве что ты повернешься непосредственно к валерии не факт что это хорошая идея потому что у него сейчас тело урон на 2 прогнул после единичку урон тебе пробьет ноги если 1 2 до 3 3 даже 3 то есть 2 2 урона суши а у меня вот фронт это 1 2 3 пробьет на 3 и после этого ты конечно можешь его перегреть но он повернется долбанет и перегреет то есть тоже неплохо раз-два-три но броня же она на 1 то есть два урона до урона но огнемет будет действовать минус 1 за броню потом будет раз два три четыре а это будет перегрето кстати ну соседа можно поджарить ты что-то говорил да нет это будет весело я уже чувствую а ты имеешь ввиду про качество с первым тиражом правда это у всех случается когда хотя бы отозвала насколько я понял этот тираж надо будет обменять поэтому ждали с утра полна там тайлы все были вот они были красиво обмотана пленочка и склеились да не до суши да да ну кстати с другой стороны в принципе при игре ничего страшного не случилось да у них было чуть похуже качество печати но все равно как бы качество вырубки такое же то есть она тоже замечательная то есть ничего ничего не расслаивается все нормально единственное что как бы появились потертости вот и только готов ясно да кстати тут да кто купил на самом деле на игрок они вы можете обратиться написать службу поддержки выслать фотографии вашей копии да и вам наверно вышлют новые тайлы какие нет вам вышлют новые тайлы мне кажется даже игру наверно скорее всего ну это я не знаю я не официальный представитель поэтому но слышал что да окей и между тем ваня ходит хорошо встал только перевернись по росту обычный режим какая жалость какая жалость на взводе изначально вот теперь даже даже не знаю что мне делать потому что они так аппетитно стоят ты конечно меня сейчас можешь долбануть ракетницей но не так страшно поэтому я всего лишь поднимусь на один период но и повернусь на два привет теперь они выкладываются открыты да 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 точно да это будет битва ну да ваня ну ты искушаешь меня я просто сверчком стреляю в ловушку ловушка взрывается и активирует эту ловушку она взрывается ваня получает в тыл единичку урона а я получаю замечательные троечки которые я потом смогу а тут у нас ай все же горячее топливо надо быстренько подумать что же я тебе все-таки все-таки наверно я расстанусь ради тебя со скороходом остальное мне еще пригодится чтобы тебе отомстить ну что же Валера я думаю это нам с тобой общий распил просто слишком вкусно чтобы от этого отказываться просто да я напилю сразу два и я даже не знаю может быть все-таки спасовать да напили два что ты расстраиваешься здесь два фрага на дороге не валяется в смысле я не расстраиваюсь смотри я ведь я ведь понимаю что это уже не командная игра если что это правда просто я я я ведь понимаю что могу я ведь могу пойти сюда да вернуться к тебе да как бы и потом у меня будет уже 4 сверчка только ты идешь ко мне и поворачиваешься да и я к тебе поворачиваюсь и долбаю тебя на 3 а мне потом выбирать просто кого отжарить лучше да да в смысле из вас потому что у меня плющ потому что у меня плющ а ты не повернешься ко мне лбом тебя на два поворота ты или тогда поворачиваешься идешь вперед они да 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 кстати да точно 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 у тебя конечно будет много сверчков но сверчки будут единственным твоим достоянием так если поворачиваю на 1 то я могу пойти только на 2 то есть до краба но там ты будешь безопасности да от какого-то времени а вам приятно она вам приятно он ходит приятно знаете я пожалуй я свалю поэтому я чувствую я чувствую боль зря ты про меня или про него? про него ну хотя ладно, давайте поначалу пособираем а и все? ты поворачиваешь? я иру, естественно подожди, мне понравилось мне прикольно, да, план и здесь укрытие здесь что нельзя? через него нельзя стрелять, но это бесполезно потому что он на краю поля там когда ты стоишь, ты получаешь защиту 1 по всем направлениям ну это не так круто ты можешь спрятаться, повернуться и потом пальнуть огнеметом да, это же мило в принципе я бы сбежал, потому что этот с плющом с плющ добро пожаловать, здравствуйте с плющ как-то меня лишили возможности или ты можешь меня ударить вообще все нет, подожди, ну ты можешь повернуться и, например, взять ось или тот же самый сверчок ну ось, кстати, неплоха то есть у тебя нет проблем на самом деле бегай отсюда так, хорошо я сделаю по-другому я да, я повернусь ну, насколько ты понимаешь я делаю по-другому но так, как ты сказал но по-другому нет, тебя никто это никто тебя не обвиняет я как раз возьму себе прекрасный скоростной ну нет, самоохлаждаемый поворотник он мне очень сейчас пригодится да, соответственно я пройду на 1 вперед и сожгу свой поворотничек чтобы повернуться на 2 пока мы просто бегаем по полю и я сжег собираем модуль я сжег вместе с ним перегрев правильно вместе с жетоном так все да, сжечь так же если что, эта игра хорошо относится к Легаси вы можете сжечь сжигать неугольные компоненты сверчог говоришь сверчогом ех так ну ладно, что делать а что, кстати делюк создание с миньками и с Легаси когда ты отламываешь миньки и у тебя отламываешь миньки? ну, в смысле о, Юра опять заработает 2 фрага нет нет ты решил не заработать почему? а, стоп, стоп нет, нет, поздно поздно, поздно все хорошо все хорошо сверчог сверчог перегрев да, остановился конечно знаешь, видишь когда ты видишь ход лучше, чем автор это уже особое удовольствие в этой игре на самом деле со стратегической точки зрения надо было идти дружба 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 хороша пила как бы она мне пригодилась она всем пригодилась бы да дружба, моя дружба Валера да, я знаю что же мне сделала с такого а краб-то чего делает он ходит в бачок это очень прикольно класс, то есть ты не поворачиваешься это стрефится вот так вот высказать из угла класс особенно если он с красной это вообще я понимаю ну, все крабы могут быть один раз с красной ну, кроме а у тебя есть не сам охлаждаемые я не видел а у меня есть с красной с обычным крабом вот обычный краб краб обыкновенный так, что я могу взять хорошего я могу взять вот это горячее топливо все любят горячее топливо да нет, интересно какая же авиация мне понравилось ну, зачем мне это можешь, что очень хорошо встанешь к дружбе приближай к ракетной установке в зад какой зад? тебе нужно развернуться на три я развернусь а потом ты фиг сбежишь а ты можешь стрелять назад в ракетную установку нет вот так подберешь переворачиваешь блин, кстати это было бы классное свойство для промо тайла да, да а, кстати я же промо тайл привез криокамеру Эссеновскую криокамеру да давайте ее хотя бы покажем подарочной ну, давай, давай достанься победителю этого поединка давай ее замешаем и выложим потом, нет? слушайте, а давайте сейчас она разве троечка? сейчас паузу сделаем по-моему она двоечка а ты выключал запись? да, на паузу ставил так, промо тайл у нас вот такая вот миленькая криокамера классифицированная она как броня хотя на самом деле просто берет и скоростным образом охлаждает любой тайл что, в общем, всегда приятно еще ее можно легко отличить от по рубашке да, потому что она соответствует английскому изданию ну, вот ее краткое описание ну, в общем, суть такая использовал, охладил любой модуль все класс и можешь охлажденный модуль в этот же ход использовать? если ты не использовал его ну, знаешь, что я делаю в общем, я пошел судя по промо тайлу можно подумать что дополнения будут в виде тайлов, да? ничего не могу сказать пока, к сожалению, про дополнения ты не думал ну, думать-то я думал но думать можно много тут скажут продажи да так, давайте давайте, что я сделаю я, в общем немножко повернусь или поле 64 на 64 и прыгнишь? нет нет, крабиком пойду вот сюда ах ты какой крабик коварно коварный крабик коварный краб коварный краб пожалуй пожалуй, мне кажется, что хозяин ракетной установки не хочет получать еще сам себя а поворот на три, это как? это берешь и соперника кручишь как хочешь понимаешь, хозяин ракетной остановки нравится, как ты повернулся потому что он может стрельнуть сюда и ты получишь один урон ну и он получит один урон но он убежит да потому что иначе перебегу я да тебе, кстати, похоже придется что-то сжечь я люблю нежные задики у нас какой рейтинг а, да, нас смотрят, по-моему, 7+, но, по-моему, это же вроде не важно такое, слушай так, ладно, я, в общем, сидел и думал нежный рыбозат сильдочка такая нежка как-то он броня не выходит ну че, вот броня, вот броня а, да, она просто далеко ну да рядом с дружбой так кому при игре в щитлером нужна броня кому снова поворотник поворотники я люблю в общем, у меня проблемы с ходьбой вот, я могу только просто поворачиваться нет, ты можешь повернуться скоростной сжечь 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 или иначе тебе его сожгут нежным ударом сзади твоя броня стыка прогнется ладно, да, я сделаю так, смотрите, ребят я повернусь своим мегамодулем и сожгу вот этот, пойду сюда логично зря ты это сделал на самом деле ну мне нужна ходьба нет, нет, я понимаю, что тебе нужна ходьба просто смотри, что я делаю я иду на два я поворачиваю а, вот ты где был все это время а я смотрю, где же где же я был все это время я сжигаю свой поворотник так и все ради того ну давай чтобы ударить тебя на четыре хорошо но мягкое и защищенное броней место блин, да слишком много в бегу все быстрее раз два три четыре я не отдам своего огневета благодарю так я не охладился блин да, надо было раньше атаковать я не охладился вот, кстати, в этой игре да, лучше атаковать раньше, чем позже ну что ж ладно прыгаю через горящее топливо ну так как я именно прыгаю то я в него не попадаю и я хочу ну, блоха у меня уже есть пусть у меня будет еще скоростной скорохот или или ну да, наверное, пусть будет тынь-тынь-тынь-тынь скоростной скорохот так и и и я думаю, что я на самом деле ну подожди, он еще закрыт ну он еще закрыт да ладно, игра слишком быстрая игра слишком быстрая поэтому я сожгу свою блоху и и закончил и что-то сделал я повернулся страшно? плохой? нет осень осень страшно стало надо мочить надо мочить так я убегу ты убежишь но все равно надо не мордой к краю стоять мне понравилось иди в угол постой там куда идти? в уголок в уголок в уголок так я сейчас хожу в уголок я не пойду тут какая-то ось мне нужно что-то взять это что такое? элли а что делает элли? элли крутишь противника как хочет притом вертит крутит притом до атаки стоит лицом бронированный такой развернул нежным задом и вдавил но если она не скоростная нет в смысле что она нанесет 2 урона по нежному месту ааа точно сначала по незащищенному броней месту такое какое место броней защищается очень редко ну то есть фронтовой брони много да понятно да что-то мы куда-то не туда скатились так что-то мне нужно делать мне видимо нужно поворачиваться игровая механика этому способствует что-нибудь нафиг сжечь что-то еще хорошего тяжело смотреть конечно сожги меня очень тяжело смотреть сверху ну ты можешь по цвету а цвет уже прыгать собственно так мы и тестировали ее большую часть времени приобрести до дружбы до дружбы да не дойду я до дружбы не дойдешь при всем желании при всем желании заплющит ну взять еще одну ось или взять элли Или прыгнуть и подвинуть Ваню на блоху, хотя зачем, я подставлюсь. Двигай, двигай, меня не против. Чёртовы мои сверчки. Ладно, я не буду сходить с ума, я выкину вот этот ужаснейший. А, чёрт. Нет, он не будет с красным. Единственное, что ты можешь выкинуть, это скорохот на 1.3, чтобы выходить ещё. Но я так вот так. Не, 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 не хочу ходить ещё. Зачем? Тогда бидим. Сначала я просто вот так вот сделаю. Угу. Крабиком. Да, и крабиком, чтобы пойти вот сюда. И что же ты откроешь там? Та-дам-дам-дам, бла-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И всё. Сначала я иду вперед. У меня мало было этих, возможно. Ничего тут не охлажается, не греется. Ты просто выкладывай туда, а в конце хода ты снимаешь. Сюда я поворачиваюсь, а вот так. Не, не, так нельзя. К сожалению, так нельзя. Ты мог сначала повернуться, потом походить, потом походить. Ваня не даст переходить, ты мог отсюда повернуться, сюда походить, потом пожечь, но правда это было не очень толково. Я уже все посчитал, он за мной идет. Я лучше сбоку получу, чем сзади. А тебе все равно. А какая разница. Сейчас уже все равно. Так, выкладываем оружие. Слышишь меня, я иду за тобой. Ну как-то так. Хорошо. Ну давай, бери, Вавлесель, бери, бери. И таки возьму. И таки бери. И таки возьму. И таки бери. Это сброс. Только напоминаю, что плющ нельзя изнашивать. Да, 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 да. Да? Почему? Ну потому что изнашивать можно только поворотники. И бью. Блин, а я-то посчитал, что он плющ износит. Ну, тебе один урон. Да, всего лишь один урон тебе. Ну ладно. Не расстраивайся. Ах, блин, Ваня приближается. Победим. А что такое взять? Краба или скорохода? Конечно скоро. Там, сверчок скоростной самоохлаждаемый. Какая прелесть. Какая прелесть. Не похладился. Так. Бей меня, и я перевернусь. Нужен ты мне. Нужен ты мне. Какая жалость. Кстати, нужен. Ха-ха-ха-ха. Кстати, не откажусь. Видишь, я повернулся к тебе мягким местом. Хильдочку, уймись. Чтобы только оценить все мои прелести по достойности. А какие у робота мягкие места, кстати? Что считать? Ну вот смотри. Ха-ха-ха. Нет, реально. Рейтинг, ребята, рейтинг. Так. Ну вообще, кстати, можно. Можно. Можно показывать? Нет, в смысле, я думал Валеру или тебя. Но Валера стоит ко мне слишком. Хотя ты тоже повернёшься ко мне близко. Я к тебе вообще развернусь. И уравню. И уравниватель. Уравниватель. И... А, нельзя больше. У тебя не больше. У тебя не больше. У тебя столько же. У тебя столько же. У тебя столько же. Так. А, нет. Я ещё огнемётом получу потом. Мне спасибо. Что у кого-то есть огнемёт. Поэтому я просто развернусь. Кстати, называется огнемёт F451, что отсылает нас к Брэдбери. Да. Ну и... Два урона. А, она одноразовая. Точно. Ну... Забери мой... Забери мой скороход. Забери мой скороход. Забери мой скороход. И давай второго скорохода, а то я зелёный коллекционирую. Нет. Нет. Я ломаю тебя. Эх, вот так всегда. Да. Собственный выход. Повернись ко мне. Повернись скорей. Повернись скорей. Ударь меня нежно. Ударь меня нежно. Ударь меня жарко. Так, я могу использовать... Это у меня скоростной. Это у меня скоростной. Это у меня тоже скоростной. Угу. Теперь нужно понять, в ком порядке ещё это используется. Ты даже можешь скороход сбросить. Угу. Я могу... Да. Скоростно заскороходить. Но тебя некуда толкать. В самых первых версиях можно было ударить об металлолом и нанести урон. Но потом мы это убрали. Или обкрай поля. Но это было слишком читерным, потому что кого-то забирали в углу и пинали. И заточками, заточками, заточками. В лучших традициях американского кинематографа. За дозор. За дозор, я только понял. Да, да. Не надо никаких спойлеров, пожалуйста. Возможно, кто-то еще что-то не смотрел. Какие-то сериалы, да. Какие-то неизвестные совершенно сериалы. Малорейтинговые. Ну, я думаю, они и не будут смотреть малорейтинговые сериалы. Я могу побить Ваню, конечно. Бей меня. Побей меня, побей меня. Я хочу прийти в тот ближайший фильм. Ваня тоже хочет. Все хотят. А у тебя больше оружия нет. Да. Так что бей меня. Или ты можешь побить его и закончить. Кого? Кто не сможет. Меня можешь побить как-нибудь. Зачем заканчивать? А мне нравится это? Я буду бить тебя. Мне нравится. Я использую ось. Я поворачиваюсь к тебе. Ты же моя радость. И ты долбаешь меня. Идя жди. Можно союз сделать? Можно, можно, можно. Побить Ваню. Это всегда приятно. Прошу прощения. Я могу сейчас. Чем вас не устраивает партия зеленых? Конечно, пойти. Давай я тоже. А металлолом же нельзя заходить. Ваню прожгу, а ты меня трехот не будешь трогать. Да смысл ему тебя трогать, пока он не верит. Ты просто понимаешь, что ты сейчас подойдешь, а он тебя сейчас прожжет хорошенько. Да. Да? Все? Нет, подожди. Какой действительно у меня смысл? У меня нет ни одного очка. У меня нет ни одного очка. У тебя всего сколько деталей? Меньше, чем ты можешь перегреть, да? Я даже не знаю. Я не буду тебя трогать, дорогой. Нет, у него две буковки С. Говоря о Игре Престола. Ты же меня поддержишь, да? Я не буду никуда идти. Я просто использую пару сверчков. Там все равно боковой защиты нет. Давай мне два. То есть я использую вот это. Я использую вот это. Держи, дорогой. И все. А я на два, да, поворачиваю? Ну, вот мои два очка. Это невероятно. Можно я просто посчитаю? Если бы я тебя атаковал, допустим. Раз, два, три, четыре. Ну, три очка с ним снял. Так. Это неплохо. А то и надо. У меня теперь 5. Смотри, все очень просто. Вначале ты перегреваешь броню, потом ты перегреваешь эту штуку, потом ты перегреваешь эту броню. Это тоже броня. Это не считается же. Это же минус один. А, она лицевая броня, она минус один к перегреву. Да, да, плюс один. Вот. И после этого нужно еще 4 модуля. Нет, нет, еще 3. Нет, я перегревал 3. Да. Еще 2. И что-то одно я сброшу. Да, то есть один урон будет. Но зато он будет весь перегрев. Весь перегрев. А, ну это правда, какой весь он весь самохлаждаемый? Толк с него. Здравствуйте. Вы какие-нибудь только эту броню. Очень приятно. Я буду чрезвычайно благодарен. Нет, давайте сделаем так. Я похожу сюда. Этим самым. А, ты хочешь Валеру ввече? Ну да, это вкуснее. Нет, подожди. Нет, мы с ним договорились. Я поворачиваюсь. Ну договорились. Ну теперь договорились. Нет, нет. Крабом походил и все. Ну да. Ты можешь его сжечь? Нет, нет. Это украба что-то. Ну ладно, окей. Ты ввече право. Ку-ку-ушка. Модули это тоже ведь жизнь. Да. И жизнь не имеет свойства. Кончаться. Кончаться. А, стоп. Надо еще подумать. Кого? Ну да. Или Юру. Нет, Юру я не доперю. Да прыгни. Да Юра я не доперю. Раз, два. Раз, два. Два. Один. Один рога. Один. Почему один? Потому что минус один броня. У тебя броня. Ты в усиленном режиме. Да забирай. Ось. Забирай. Краба, кстати, охладил. Да, краба. Так, я с удовольствием забираю эту кукушечку. И охлаждаю все свое добро. Я очень приставочный товарищ. Выхода, выхода, выхода. Да что ж такое-то, а? Поворотик. Да. Как-то все тупенько, если честно. А до скольких у трофеев? До десяти. Еще долго. Кто умрет раньше. Я? Ты хочешь меня убить? Так, нет. Почему? Эх, нет, давайте сейчас. Ты мне будешь сжечь. Нет. Ты мне жестко плавишь. Блин, в Deathmatch нету, короче, такой надежды, как в команде. Да. Никакой надежды. Надежды нет. Селит тебе на хвост. Понимаешь, на самом деле, это вторая игра Юрия, где нет надежды. Подожди. Первая. Какая первая? Я тоже. Я ржу. Почему там всегда есть надежда? В Axlibrium есть надежда. Я думал, ты над зеркалами. В Axlibrium можно так перевернуть. Еще раз, когда в зеркалах, если играешь против Юрия, нет надежды вообще. В Axlibrium нет надежды пинкрат. О чем вы, люди? Это вторая игра Юрия, где нет надежды. Это было тонко, слишком тонко для меня. Окей. Я запомню эту шутку. Я даже не знаю, нужно подписчикам, наверное, объяснить, что здесь происходит. Но они уже поняли. Да, Юрий делал игры вдвоем с надежды пинками. Правда? Правда, это прекрасно. Ну и делают. Каждая шутка становится вкуснее, если ее хорошенько объяснить. Не уверен. Я смех вставлю. Я смех вставлю. Ага. Нет, вы бы посмеялись. Просто потом бы у вас дошло второй раз. Слушайте, а пила Дружба, она как режет, скажите, пожалуйста? Она режет по трем направлениям и кубиками. Прямо и два рядом, да? Прямо и два рядом. Да. То есть добавим все-таки сюда дексамет, да? По трем направлениям и кубиками. Ну давайте, в общем, я... Кстати, ты хочешь как сплоттер вставить, что хорошая игра без рандома? Ну, здесь есть чуть-чуть рандома. Я все-таки не магерц, чтобы делать глубокие игры совсем без рандома. Ну, можно разложить поле самого начала такое большое. И открыть эти. Чисто, чтобы ясно было, в каком порядке. Сделать аукцион за них, чтобы они именно вот тот, за который проголосовали, с разговариваться на платье. Можно сделать еще кубики. Кубики, знаете, какие? Чтобы было шесть кубиков. Ребят, ну мой ход же, но... С единицами, двойками, тройками. Чтобы ты кидал тройку и знал, что выпадет тройка. То есть кубики, понял, да? С гранями. Замечательно. Надо будет такой губик сувенировать. Граникон сделать. Да. Ярость мастера всегда шесть. Смотри, насколько мне не понравилась твоя игра. Я сжигаю ось. Ты, кстати, тоже должен перевернуться. Между прочим. Нет, он перевернется в конце. А, он сжег. Я сжег ось. Мы же договаривались. Я сжег ось. Теперь, теперь, я... Ты не можешь перегривать оружие. Подумай. А, он прыгает, он прыгает. Ты собираешься издавать игры. Эти игры попадают на наш канал. А ты не можешь прыгнуть. Я не могу перейти сквозь. Да, да, да. Перепрыгнуть можно? Перепрыгнуть можно, но не скороходом. Да. Не скороходом же, да. Не сжигаешься. Черт. Беги. Да, беги, 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 беги. Просто, просто беги. А куда бежать, там металлолом. Куда бежать? Ко мне беги. Убейся в металлолом. Я добрый. Нет, к сожалению, нельзя в него убиться. А я могу? А я могу выстрелить вверх? Кстати, можно теоретически убиться в металлолом, если выстрелить в него ракетницей. Она отскочит? Не, ну ты просто получишь расположенный. Ну, я понимаю, да. А можно выстрелить ракетницей в свою клетку? Подожди, по правилам квейка ты должен отскочить. Вообще-то. Да, она обратно настолько. Ну, понимаешь, это не квейк-роботы, они такие, они очень тяжелые, устойчивые. У меня четыре ноги, куда я буду отскакивать? Сломаю себе ножки. Ну, очень элегант. И пока я не просто режу, я просто отыгрываю свою роль, догоняяя разных мужчин. Нет, ты должен сейчас скандировать феминистские лозунды, походу. И что ты делаешь нежной? Под это, подкручиваешь полтики. Если я повернусь и пройду, то это перегрев. Это зонт. Диагностический забегрев. Диагностический забегрев. Желудок, смотрите. Ну, вообще, она очень похожа на врача. Окей. Значит, ладно, ладно, ладно. Следующее, я все равно выкидываю. Ты все равно сжег что-то. Я все равно сжег. Так. Я иду сквозь горящее топливо. Ты сделаешь сквозь горящее топливо? Прыгаешь. А, идешь именно. Тогда ты сейчас перегреваешь себе три модуля. Я знаю. Раз, два, три. Ну, ничего страшного. Ну, я выкину один какой-нибудь. Вот. Я себе просто получу такую классную блоху, чтобы прыгнуть. Да. И что же ты себе сжигаешь? Я сверчок выкину. Так. И еще. Ага. И все. Да. Окей. И центр перегрял, да, понятно? Ну, это, да, понятно. Ну, это, да, очевидно. Сверчок выкидывается. И я теперь в особенном режиме. Особенный. Я вижу, такой особенный. Ага. Окей. И скорохода самоохлаждающего тоже сними, пожалуйста, охлаждение. А, точно. Слушай, Ваня, ты как собираешься в следующий ход? Со мной идти? Нежно. Жги Ваню. Мне просто надо знать. Нет, на самом деле, я тут вижу одно хорошее место, куда можно что-нибудь кинуть. Ну, ты... А, нет, так себе место, потому что у него броня. Так, ладно. Ммм, кукушонок. Кукушка, кукушонку, купила капюшонку. Давай сделаем так, короче, это называется месть робота. Да, да, перегрей кукушку. Окей, без проблем. Так, два на броню ушло. Раз на броню, два на броню. И четыре. Три, четыре, пять. Могу перегреть кукушку или что-нибудь сбросить. Так, а всего пять? Шесть же. Шесть. Шесть. Значит, всего пять, потому что броня, да? Да, да, да. А, кстати, на самом деле, да, она же броня. Она отверстила. Да, так что нет. То есть она... Это бесполезный ход. Ну, я бы, честно, дал переходить, потому что это реально тупо. Подожди, я думал, что броня не перегревается, а просто защищает. Нет, она, во-первых, защищает, во-вторых, как модуль перегревается. А, хотя... Нет, она один раз перегрелась просто. Вообще, по логике, да. Поэтому я должен или перегреть кукушку, или отдать тебе модуль. Да. Потому что она, когда она сработала, она перегрелась. Но, ты знаешь, на самом деле, ты мне очень нравишься, поэтому я тебе сейчас что-нибудь отдам. Вот это что? Вот. Нет, я парень такой рискованный. Держи. О, спасибо. Да. Зачем броня в этой игре? Зачем? Совершенно бесполезный элемент. Я же ее не подсоединю к себе. Нет. Вот. Так. А у тебя, наконец-то, есть одно очко. Еееее. Тостблок. Ну, так, к концу игры. Не, а видишь, у меня всего на одну больше. А мне еще на одну больше. А Ваня сейчас всех убить. Неужели опять вместе? Два модуля с тебя. Хм. Забирай вот этот. Нет, это трофей. Так и все, я... Нет, ты еще жив. У тебя еще пушка осталась. А, да, если при попадании. Но за него не дают трофей. Единственное что. Ну, Ваня все равно тебя добьет, потому что... Ну, потому что это Ваня. Он не может по-другому... Я добрый самаритянин. Самаритянин. Ладно, попробуем все вымезть места получше, да? Вообще, уже все. На самом деле, это конец. This is it. Так, ладно, я охладюсь. Но вдруг что-то изменится. Первый раз в игру, уходим. А что изменится-то? Да, ничего не изменится. Ну, может быть... А, нет, ничего не изменится. Вообще ничего не изменится. Все. Ну, собственно, гейм-овер. Если ты ничего не делаешь... Сейчас, подожди. Почему гейм-овер? Вдруг я что-нибудь придумаю. Потому что ты труп. Если я... Можешь передумать. Зачем? Я могу не тебя убить. Я могу просто набрать два фрага. Для эфира... Зачем? Два фрага? Зачем? Потому что это веселее. Я люблю побеждать по количеству трофеев. Понимаешь? Я, знаете, бегал всю игру. Я же должен когда-нибудь перейти на Батода. О, кстати, он стал Батода. Раньше он был Бонобо. Да. Это хорошо. Хотя в этой партии лучше бы он был Бонобо. Дождешься. С чего это? Смотрите образовательный канал Discovery, где вам подробно расскажут, чем обезьяны Бонобо отличаются от всех остальных. Ссылка в описании. Слушайте, арты офигенные. Арты великолепные. Арты великолепные. Это наши художники? Ну, я не знаю, питерский или нет. Я не знаком, но российский. Я разворачиваюсь на... Чёрт. Арт на коробке классный. Бей меня. Чёрт. Мне нужно повернуться, пойти и снова повернуться. Тебе бить-то нечего. Мне бить некого. А, и нет, нет, ну вот этим только. И что дальше? Боль. Никакая боль. Ты можешь подойти к Бонобо сзади. К Батбобо. Это всё, что я могу сделать, у него есть? Нет, не можешь. Нет, не могу. Нет, я могу, у меня есть блоха. Ты можешь подойти, но не померялся. Даже этого ты не можешь. Ты можешь в воду прыгнуть. Да, я могу пойти в воду, и я это сделаю. Вдруг что-то изменится. Я, соответственно, поворачиваюсь, и я иду в воду. А зачем про школу? Причём, вдруг что-то изменится, и зависит только от Вани. Я знаю, что изменится. И, соответственно, я себе охлаждаю сверчка, а вдруг, собственно, мне повезёт. Я смогу победить ещё более красиво. Что ты сделаешь? Кукушка-то! 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 Да! Чего? Ты 10-то наберёшь? В смысле? Да, у меня 8 уже. А сколько у тебя? Кукушка на один взрывает. У него же осколок. На два и на один осколок. А, то есть ты меня убьёшь, что-то побьёшь на два, да? Нет, он тебя, скорее всего, вообще не побьёт. Я побью Юру. Нет, я побью его и тебя на один. Ну, так, да, так интересно. Приятнее. Ходи. Ну, ты можешь мне помешать. Как? Ну, лицо. А, да, ты можешь его сдвинуть. Это будет красивая смешка. Да, да, героическая. Уйдёшь красиво. Ты спас товарищей. Да, закрыл свою грудь у амбразуру. Ну, то есть в этой ситуации... Ты настоящий ксеркс. Пока... Ну, да, кстати. То есть пока Ваня ходит и бьёт вас, я не успею отжиться, разжиться какой-то клёвой штукой. А что, для тебя не с чем дело? У тебя сейчас варианты... А. Повернуться. Б. Пойти. Ударить. А, ударить? Но бесполезно, потому что... Ударить мне бесполезно, да. Броня, да. Я нежная, красивая женщина, у меня много брони. Тогда я выбираю... Это игра, на самом деле, здесь нет бронелифчиков, ничего такого, здесь просто много брони. Ваня тебя обломали. А был бы красивый вариант взрывом. Да, но нет. Ку-ку. Так он сейчас со злости меня, как долбанят. Ну, да. И всё. А может передумает. Уаня такой. Может подумает, а что это, я же буду заканчивать игру, всё только что я как лох, да. Веселье только начинается. То есть в этом, в том, что вот так вот я заканчиваю игру, это я виноват, да? Сам. Ну, да? Да. Ну, на самом деле, тут более-менее все остальные играли много, поэтому действительно тут опыт решает. Прости, но я тебя убью. О, жаль. Ну, и вот эта штука тоже, да. А это мой трофей. Нет, это не трофей, это просто умер. Я поставил его тебе на память. Крутняк, конечно. Мне два режима понравилось. И командный, и... Ну, то есть, как бы команда с учётным количеством игроков, да, можно? Да, да. Ну, теоретически можно один играть за двоих. Можно, кстати, каждый играет за двоих. Кому просто один на один кажется скучным, то есть такой вариант. Ну, кстати, это имеет смысл, потому что один на один очень маленькое поле. Вот, когда я играл, вот, поэтому поле на четверых, как бы, в четвером оно веселее. Веселее. Ну, может быть, для первой игры лучше один на один. Несомненно. Потому что надо врубиться во это всё. Ну, хоть на второе место я смог выгрызть. Ну что ж, да, вот такая была игра у нас в таком вот режиме. Всем пока. С вами был канал Твой Игровой и делегация Грани. До встречи на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...